Всем привет, это канал Хочу Жить. Сегодня хочу поговорить, рассказать вам, что чувствует человек, бросающий пить, когда он долго употреблял его нитки. И вот попробуйте сейчас визуализировать, то есть как бы представить. Итак, представьте, что у вас где-то температура 37,2. Ну такая противная 37,2, 37,3. Вот так вот на улице 0, плюс 1. Ну вот такая слякоть, противная дождь, мерзкая погода, пасмурно. Представьте, что на вас при этом вылили ведро воды случайно. Вот при такой погоде на вас вылили ведро воды, и вы еще промочили ноги очень сильно. И на вас вылили ведро воды. Вам 4 часа пришлось гулять, ну в таком вот состоянии. Не переодеваясь, не просушиваясь, ничего. Пришлось 4 часа гулять. Ну все-таки вы пришли домой, а воды горячей нет, а вам надо очень срочно искупаться. Ну прохладную водичку сделали, кое-как искупались. При том, что у вас температура где-то уже 37,6, 38 и так. Далее, когда вы шли домой, в почтовом ящике, вы бумажку обнаружили, квитанцию. Долго за квартиру за 10 месяцев. И погасить ее надо в течение трех дней, иначе отключат газ, свет и горячую воду. Плюс у вас еще кредит на 4 миллиона. Уже довольно-таки давно. И вам звонят коллекторы и постоянно угрожают. То есть вы в постоянном страхе находитесь. И тут вот как раз они начинают звонить в дверь. Ломиться в дверь. И говорить, что там убьют угрозы ужасные. Просто что отдает долг скотина. Иначе хуже будет. Вот ломиться в дверь они. Ну нахер. Тут в это время по телефону раздается телефонный звонок у вас. По телефону вам звонит знакомый. Который просит вернуть 10 тысяч долг. Завтра. Вы ему давно были должны. И вот завтра нужно вернуть. При этом у вас кредит. И вам еще нужно за квартиру как-то отдать. Ну вы естественно не находите денег. Вас отключают и газ, и свет, и воду горячую. Ну вот вы вызвали полицию. Вроде бы коллекторы пока ушли. Но звонки с угрозой продолжаются. То есть в покое вас не оставляют. Ну кое-как ночь прошла. Вы собираетесь. И по утру идете в микрозайм. Чтобы взять 10 тысяч. Чтобы отдать другу. У вас при этом еще кредит. И теперь еще и микрозайм. А вы знаете там какие проценты. 8 800 5 5 5 5 3 5 3 5. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Ну свет, газ, воду вас отключат. Чтобы как бы вам платить нечем. И тут вы собираетесь на улицу. У вас еще одежда вся грязная. Но вы кое-как находите что-то чистое. Ну более-менее чистое. И собираетесь идти на улицу. Тут подъезжает автобус. Который вас повезет. А в этом автобусе 30 человек. Ну около 30. 30. Притом вы вчера, позавчера вы были на гулянке с ними. Вот со всеми этими людьми. И у кого-то украли деньги. Небольшую сумму, но неприятно все равно. У кого-то, но вы не помните у кого. А он прекрасно помнит. И еще одного человека вы прилюдно оскорбили. Но, как обычно, он это помнит. А вы этого не помните. И вот вам придется съехать с этим человеком. Или с другими тоже, у кого деньги украли. Придется ехать в одном автобусе на протяжении 16 часов. Вот представляете, как представьте. Просто визуализируйте все это. Как это... Далее все. Кое-как вы съездили, пришли домой. Уставший. Уже утром уже пришли. Уже домой сейчас спать вырубить. И тут сверху начинает дрель работать. Ремонт начинается у кого-то. А сбоку, там справа и слева, тоже ремонт начинается. Начинает стучать молотком. И вот сверху дрелью сверлит. Сбоку стучат молотком. При этом на кухне у вас гора грязной посуды. Воды-то горячей нет. У вас гора просто грязной посуды. Летают мошки всякие. Тут кошка у вас начинает рожать. И на вас еще висит кредит и микрозайм. По телефону вам звонят в это время коллекторы. И тут вы открываете глаза, а это все сон. Представьте, если вы все это представили, и каково вам... Но вы открыли глаза, а это оказалось все сон. Это будет только в том случае, если вы реально поймете, что мысли, которые будут у вас появляться, они не ваши. Это механизм зависимости. Мозг подсовывает, точнее, независимость подсовывает мозгу эти мысли. И мозг, как бы, вытащит, думает, что это ваши мысли. Если вам удастся преодолеть это, то есть сказать себе, это не мои мысли. Я не хочу пить. И через некоторое время все, вы поймете, что это просто сон. Я когда бросал пить, у меня тоже наставали такие тяжелые мысли. И стоило мне вот сказать себе, что это не мои, я не могу так думать. Это не мои мысли, они мне не принадлежат. Как у меня все проходило, и все, я начинал так же разговариваться, со всеми разговаривать. И выпить мне уже не хотелось. Я пью водичку, там, или лимонад, ну, что-то такое. И все. Нужно понять, что эти мысли вам не принадлежат. У вас будет вот это все. Вы представили все, что я сказал? Что я выписал здесь? Вот это все нужно представить. Это будет, такие будут мысли у вас. Может у кого-то полегче, а у кого-то может еще и тяжелее. Что будет к этому черти? Но чертей я не видел, поэтому рассказать не могу. Но бывают и черти. Когда человек видит чертей, они ему что-то говорят, что-то указывают. Бывает, что люди выходят в окошко. Потому что черти скажут, что идем за нами прямо. И человек не видит то, что окно открыто. И он шагает, и все. И нафиг вылезем. Вот такие дела. Ну, в общем, думаю, вы рассказал все. Думаю, вы сможете представить, визуализировать, воссоздать это все. Зачем я это сказал? Ну, просто вы, когда будете бросать, у вас будут эти мысли. И вы будете думать, что действительно так все плохо. А это будут не ваши мысли. Вы не захотите употребить просто трезвым мозгом. Не то, что трезвым, а который мозг очистится от этого яда алкогольного. Вы потом поймете, что вы действительно не хотели бы употребить. Вот я сейчас понимаю, что... Ну, как это употреблять? Я боюсь даже пиво попить. Даже глоточек сделать боюсь. А я боюсь, что организм не выдержит мой. Потому что это яд. И у меня организм очистится уже давно. Всем пока. Это был канал Хочу Жить. До новых встреч.